Выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации пройдут в 144 странах мира, в том числе и в Абхазии. Наша республика входит в пятерку стран по количеству избирательных участков. Всего на территории республики будет открыто 9 избирательных участков. И, безусловно, на нас лежит большая ответственность, чтобы выборы прошли спокойно, подчеркнул вице-президент. Бадр Гомбо огласил списки избирательных участков, на которых пройдет голосование. В городе Сухум первый избирательный участок будет открыт по улице Аяйра, 33, здание средней школы, номер 10. Второй избирательный участок в городе Сухум будет открыт по улице Картозия, 6, здание средней школы, номер 5, расположенный в новом районе. Город Гагра, проспект Ардзенба, 84, здание дома культуры, Питсунда, улица Гицба, 7, здание дома культуры. В городе Гудавута будет открыто 2 избирательных участка по улице 23 июля, здание средней школы, номер 2. И второй избирательный участок будет открыт в поселке Бомбора, по улице Абазинская, 112, здание Бомборской средней школы. В городе Ачимчира, улица Лакоба, 22, здание средней школы, номер 2. Туарчал, проспект Свободы, 28, здание дворца культуры, имени Дмитрия Гуля. В городе Гал, здание дома культуры. На данных избирательных участках будет проходить голосование с 8 утра до 8 вечера. Хотел бы обратить ваше внимание, что избирательных участков нет в Голорыбском районе, Сух районе и в городе Новый Афон. Отдельное поручение будет руководителям данных районов организовать необходимые транспортные средства для доставки желающих проголосовать на ближайшие избирательные участки. Необходимо в рамках уже ранее выработанных санитарных норм провести голосование, чтобы не было скопления людей, не создавались очереди. В основном это будут происходить избирательные участки, открытые в школах. Винал Соломонович, со своей стороны я вас прошу проконтролировать этот процесс. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва будут проходить по федеральному и одномандатному избирательным округам. Советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов уточнил, к каким округам относятся расположенные на территории Абхазии избирательные участки. Участок в городе Сухум один относится к Забайкальскому одномандатному округу, второй участок относится к Павловскому одномандатному округу, это Воронежская область. Участки в Гагрии и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу. И все остальные пять участков, это Гудаута, Бамбора, Чемчир, Откварчал и Гал, относятся к Всеволожскому одномандатному округу, это Ленинградская область. Избирателям, проживающим в Абхазии постоянно, будет выдаваться два бюллетеня. Один это федеральный, значит там будет список из 14 партий. Все это есть на сайте ЦИКа, какие партии туда входят, и на сайте посольства. И будет выдаваться второй бюллетень с одномандатными кандидатами. Главы районов рассказали о подготовительных работах для проведения выборов в Российскую Госдуму. Практически во всех районах, где будут открыты избирательные участки, уже назначены ответственные лица, которые непосредственно будут взаимодействовать с российскими коллегами. Обязательно будет организован транспорт по доставке людей на избирательные участки. Организационно, разумеется, мы все подготовим. Заместитель Астамура Ашуба будет вести этот вопрос. Он уже ведет его в постоянном контакте с Максимом Вадимовичем. Организация доставки людей, те, кто изъявит желание по городу Сухум, она будет организована. Уже технически все организовано. Исходя из тех нюансов и установок, которые мы получим здесь, сегодня также будет проведено совещание, где мы уже более четко дадим установку всем тем, кто будет находиться на местах. По транспорту мы готовы организовать доставку, по силовым направлениям также все, как говорится, на подхвате, поэтому проблем никаких не будет. Председатель ЦИК Абхазии Тамас Гогия напомнил, что выборы должны пройти в соответствии с законом Российской Федерации и никакие вмешательства в процесс голосования недопустимы. Он также отметил, что ЦИК Абхазии оказывает содействие российскому посольству по мере обращения. Что касается подготовки и запросов, непосредственно обращений представителей нашего посольства и непосредственно отвечающих, мы оказывали содействие, оказываем то по мере обращения. То есть предоставили тот инвентарь, который нужен был, обращение писали главам администрации в случае, если с ковидной ситуацией какая-то могла бы ситуация измениться, по тем объектам, которые были намечены по организации мест для проведения голосования, граждан Российской Федерации. Вот на местах. Но таких обращений больше не последовало. По-моему, мы по этим же объектам также и определились. И все у нас как бы идет своим чередом. За соблюдение правопорядка на участках будут отвечать правоохранительные органы республики. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва пройдут в воскресенье, 19 сентября. На голосование могут прийти граждане России, постоянно или временно проживающие на территории Абхазии. Для тех, кто не сможет прийти на участок, будет организовано выездное голосование на дому.